Еще гремели бои на фронтах Великой Отечественной, еще лежали в руинах советские города, а Государственный комитет обороны уже готовил фундамент для создания ядерного оружия. 8 декабря 1944 года ГКО принимает постановление о мерах по обеспечению развития добычи и переработки урановых руд. Фактически этот документ положил начало созданию нового научного центра в сфере радиохимических исследований, лежавших в основе создания советского ядерного оружия, получившего название Институт специальных металлов НКВД. В 1945 году институт уже располагал собственными корпусами, где проводились исследования. Параллельно другим научным подразделениям, лаборатории номер 2 Академии наук СССР, на базе которой впоследствии возник Курчатовский институт, велись работы по исследованию ядерной реакции. Оба исследовательских центра в первые послевоенные годы фактически оказались расположенными на соседних территориях. Одной из задач, стоявших на протяжении многих лет перед Институтом специальных металлов, позднее переименованного в НИИ-9, затем во Всесоюзный научно-исследовательский институт неорганических материалов, позднее получившего имя своего выдающегося руководителя Андрея Анатольевича Бочвара, вплоть до наших дней является решение проблем по переработке отработанного ядерного топлива. Одна из площадок института, на которой проводились работы по биологической очистке, в недавнем прошлом оказалась выведенной из эксплуатации. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий с ТПУ. Сейчас я нахожусь на закрытой территории, которая совсем недавно принадлежала государственному, очень серьезному предприятию, институту, который проводил работы с ядерными, с ядерными отходами. И вот эта как раз площадка принадлежала этому институту. На ней проводилась утилизация этих самых отходов. Ввиду неприметном домике, похожем больше на небольшую дачу, обнаружился вот такой вот подвал с двумя пролетами металлической лестницы. Нижнее помещение полностью отделанное кафельной плиткой. А здесь еще есть вода. И что интересно, здесь изначально предполагался водосток, вот в этой комнате. А на верхнем этаже находился какой-то кабинет. Банковская документация в основном все касается банковских бумаг. Календарь, датированный 2010 годом. Интересно, уставы различных банков в такой неприметной комнатушке. Напарник решил собирать QR-код. Что пишут имити-дам. Здание назначения производственное. Динфекарное. Площадь 46 метров. Как вы думаете, что мы нашли на заброшке? Собрание сочинений Владимира Ильича. Похоже, что это от Кульмана от чертежной доски. Это как же понимать? Напишите в комментариях, многим ли довелось иметь дело с этим чертежным прибором. Кстати, изобрел его немецкий инженер и математик Карл Кульман. Называть рабочее место проектировщиков-архитекторов по имени его создателя Принято только у нас. В остальных же языках этот прибор называют просто чертежной доской. Тут даже одежда сотрудников осталась. Еще, скорее всего, с тех самых советских времен. Здесь явно находилась мастерская электриков. Все это сейчас живое и рабочее. К сожалению, надписи практически не читаем. На территории расположено довольно необычное защитное сооружение. Это не подземное бомбоубежище для персонала, а обвалованное земное строение, вход в которое закрывает гермодвиг. Интересно, что внутри этого защитного сооружения расположены электрические щиты, отвечающие за все энергопотребители, находящиеся на территории площадки. Там же оборудована мастерская для электриков. А дальше расположен зал, где хранилось имущество гражданской обороны и средства индивидуальной защиты. Пока помещения, к сожалению, все пустые, которые нам встречаются. Сооружение имеет только один вход, то есть не оборудовано запасным выходом, что тоже не типично для таких объектов, особенно если учесть, к какой организации оно относится. А здесь находился склад гражданской обороны, имущество гражданской обороны. Правда, от склада ухты мало что осталось. Зрелище весьма печальное. Все, что было ценного из имущества ГО, уже давно вынесено. Валяются только в скрытые ящики, среди которых изредка попадаются диэлектрические перчатки и бахилы ОЗК. А на выходе из защитного сооружения нас спалили собаки, и нам пришлось экстренно покидать территорию до появления охраны. Кстати, еще больше видео о секретных советских объектах, некоторые из которых и по сей день находятся под серьезной охраной, вы можете посмотреть в нашем плейлисте Сталки. Ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу. И, конечно, не забывайте подписаться на наш канал, будет еще очень много интересного. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего!